В эфире телеканала Юрган Крик, криминал и комментарии в студии Виктор Прокушев. Здравствуйте! Главные темы выпуска. Накатал на статью громкое задержание пьяного автоугонщика. Получил свое заработная плата мобильным телефоном. Дети на дороге, красный свет юным велосипедистам. Сыктывкарские сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего водителя, который не только управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, но даже успел совершить две аварии. Парень никогда не получал прав, а иномарка, на которой он передвигался, по улицам города находилась в угоне. Какое наказание теперь грозит любителю чужого авто, знает Елена Кононова. Вечером 23 июня в дежурную часть столичной ГИБДД поступило сообщение. В сторону Эжвы на высокой скорости с нарушением правил движется автомобиль Митсубиси. Эту информацию передали всем патрульным экипажам ГАИ. Похожий по описанию автомобиль сотрудники ДПС заметили на проспекте Бумажников. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Иномарка свернула на улицу Славы, где шофер совершил касательный удар «Шевроле Круз». Останавливаться нарушитель не собирался. На огромной скорости он продолжил движение. Водитель надо в очереди цепиться, ласка, принять право, остановиться. Позже к погоне подключился владелец пострадавшего «Шевроле». Мужчина обогнал иномарку по правой полосе и попробовал прижать нарушителя к обочине. По миру поднимается. Скажи, миру неадекватный, водитель. Водитель неадекватный. Мира 60. Оказавшись в окружении, нарушитель пытался вырваться и протаранил патрульный автомобиль. Сотрудники ДПС бросились к машине. За рулем Митсубиси находился мужчина в явном подпитии. «В переосмотре следственной оперативной группы выяснилось, что машина имеет деформации в виде нарушения личинки, замка, зажигания, а также дверей, как злоумышленник проник в данную автомашину. При разговоре с водителем выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, водительского удостоверения не получал». Этих оснований вполне хватило для административного ареста. Вскоре автоинспекторы установили, машина принадлежит сестре задержанного. Узнав о случившемся, девушка сразу заявила об угоне в полицию. Сам парень свою вину полностью признает. Уверяет, во все виноват алкоголь. «Ну, как бы пьяный недоразумение. Изрядно выпил. Захотелось прокатиться. Сестре ничего не сказал. Поехал у сестры на машине. Просто она из-за ДТП заявила об угоне». За управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав молодой человек получил пять дней административного ареста. Также в отношении задержанного в полиции возбудили уголовное дело. Не исключено, что после отбытия наказания спецприемники водителя возьмут под стражу еще на несколько месяцев до окончания следствия. За угон подозреваемому грозит до пяти лет колонии. Два жителя Усцильмы ждут приговора за нападение на сотрудников полиции. В апреле этого года пьяные молодые люди разозлились на то, что им мешали шумно распивать спиртное. Решили по-мужски разобраться со стражами порядка. Подробности в репортаже Анастасии Татар. В ночь с 22 на 23 апреля в дежурную часть полиции села Усцильма позвонили жители одного из домов по улице Нагорной. Причиной стали шумные соседи со второго этажа, которые громко слушали музыку и не давали спать. На место выехали сотрудник ДПС и участковый. Однако чем закончится этот выезд, полицейские даже предположить не могли. В подъезде началась потасовка. При этом стражи порядка пытались успокоить разбушевавшихся парней. Из подъезда все переместились на улицу, где один из обвиняемых стал хватать сотрудника ДПС за форменную одежду. Сорвал нагрудный знак. Однако и этого молодым людям показалось мало. Один из молодых людей, который был повыше, схватил рукой одного из сотрудников полиции руками и начал сдавливать шею, то есть пытался его задушить. Второй молодой человек, не сговариваясь при этом, он просто-напросто размахнулся, начал наносить удары по другому сотруднику полиции, куда придется по различным частям тела с целью причинения физической боли. И размахнувшись чуть сильнее, попал в область лица. В итоге был нанесен легкий вред за гровью в виде перелома носа. Обвинение в применении насилия в отношении представителей власти предъявлено двум усцелемым 91-го и 92-го годов рождения. Все основные следственные действия уже проведены. Шумная вечеринка может закончиться для пьяных вояк лишением свободы до пяти лет. Дважды за одни сутки попал в поле зрения автоинспектора в Прелузе ранее судимый молодой житель Обьячево. Оба раза встреча окончилась рукоприкладством. Пьяный водитель никак не желал признаваться в нарушении правил дорожного движения. Подробнее Любовь Лапина. Около трех ночи 1 июня экипаж ДПС остановил подозрительный легковой автомобиль. Оказалось, водитель изрядно пьян. На законные требования предъявить документы сельчанин ответил нецензурной бранью. Но на этом дебошир не остановился. И также применил в отношении одного из сотрудников физическую силу. А именно, толкнул двумя руками сотрудника ГИБДД в область груди. В результате чего данный сотрудник потерял равновесие и упал на стоящий рядом деревянный забор. От падения сотрудник ГИБДД получил ушиб локтевого сустава, а также кровоподтеки правого плеча. Автоинспекторы, составив протокол, отпустили водителя домой. В этот же день, но уже днем, ситуация повторилась. Другой экипаж ДПС вновь заметил машину ночного нарушителя и попытался ее остановить. Водитель прибавил скорости. Началась погоня. В итоге, после преследования, загнали его в тупик, остановили его. Он начал вести себя агрессивно, выражался, сел в машину, начал наносить телесные приближения нам, мне лично. После чего, неоднократно предупредив его, что будет применена физическая сила к нему, он не реагировал на эти действия наши. Утихомерили дебошира с помощью наручников, его доставили в дежурную часть, а машину отправили на штрафстоянку. Оказалось, при себе у сельчанина не было ни водительского удостоверения, ни документов на авто. Да и принадлежал железный конь совсем другому человеку. После встречи с наркологом, ранее неоднократно судимого жителя Обьячево отпустили под подписку о невыезде. Но на свободе он гулял недолго. Через несколько дней он угодил в изолятор временного содержания заряд других проступков. За нападение на полицейских ему дали до пяти лет лишения свободы. Комнату за решоченными окнами в одном из общежитий поселка Жешерт Усть-Вымского района вполне себе можно назвать нехорошей. За последние несколько лет здесь трижды происходили события, которые приводили к насильственной гибели людей. Последнего обитателя забили насмерть металлической палкой. Подробности у Максима Васильева. Расскажите, что и где здесь происходило? Где именно? Ну, выпекка, побои. А в каком месте? Ну, вот и квартирик. Комната номер 66 на первом этаже общежития по улице Свердлова хорошо знакома местным полицейским. Несколько лет назад ее хозяин Александр Щепетев убил здесь приятеля и за превышение пределов необходимой обороны на пару-тройку лет отправился в места лишения свободы. Год назад другой Жешертский маргинал, весело проводивший в этой комнате время, на улице под окнами комнаты до смерти забил знакомого Щепетева. Третья смерть самого владельца жилплощади Александра была зафиксирована медиками скорой помощи 21 мая. Тело мужчины нашел заглянувшую за приоткрытую дверь сосед. Прибыв на место, на теле Щепетева было обнаружено множественные телесные повреждения в виде гематом на различных частях тела. Было установлено, что за день до обнаружения тела с Щепетевым у него дома распивали спиртное двое ранее судимых жителей поселка Жешерт. По словам одного из собутыльников Ивана, очевидца событий, когда они с Сергеем пришли к Александру, на лице у того уже были синяки и ссадины. В ходе застолья между хозяином комнаты и вторым гостем началась ссора. Причиной стали события шестимесячной давности. По словам очевидца, сначала Сергей наносил удары сидящему на кровати Александру кулаками, затем схватил стоявшую возле двери металлическую палку. Иван попытался остановить избиение. Я говорю, пойдем отсюда, и все. Ну, потерпевший в каком состоянии оставался? Ну, в лежачем, но он дышал, был жив. Но при этом как лежал? Ну, положение его? Лицом в стене. Ну, он, видимо, отворачивал лицо, чтобы его больше не ударяли. Сергей не отрицает, что избил Александра, но что при этом использовал металлическую палку, не признает. По мнению экспертов, именно она стала орудием преступления и привела к гибели человека. Сейчас 49-летний Сергей арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В столице Коми полицейские по горячим следам раскрыли кражу в одном из офисных центров города. 17 июня в Сыктывкарское управление МВД обратился мужчина с заявлением о пропаже дорогостоящего сотового телефона. Потерпевший рассказал, что арендует кабинет зданий по улице Морозова. Во время рабочего дня он положил свой мобильный на письменный стол и отлучился буквально на 10 минут. Вернувшись, телефона он не обнаружил. Позже полицейские выяснили, сам момент кражи и лицо воришки попали в объективы камер видеонаблюдения. Установили, что только один молодой человек проходил по этажу именно в этот отрезок времени. Сначала потерпевший не смог в этом человеке не опознать кого-либо из знакомых, рабочих его фирмы. Охранник сказал, что ранее данного мужчину уже встречал. Поэтому, когда мужчина пришел, он не стал записывать его данные. Хотя в обязанности охранника входит переписывать все данные посетителей данного здания. Потерпевший все же опознал воришку. Им оказался его бывший работник. Парня сразу задержали. Он заявил, что сотовый телефон забрал в счет погашение долга по зарплате и сбыл мобильный в тот же день на городском рынке за 3000 рублей. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. За совершение кражи ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактической операции «Велосипед». Поводом послужил резкий рост аварий с участием несовершеннолетних водителей двухколесной техники. 4 ДТП за неполный месяц. Впрочем, во всех случаях виновниками оказались сами дети. Всю неделю столичные автоинспекторы в усиленном режиме патрулировали улицы и останавливали подростков, которые нарушали правила дорожного движения. В одном из таких рейдов побывал и Антон Булаев. Эти два школьника катаются прямо на дороге. А затем и вовсе проезжают перекресток в нарушении правил. Юных нарушителей останавливает инспектор. Ребята без защитного шлема, а велосипеды не оборудованы светоотражающими элементами. По словам полицейских, заметить такое транспортное средство в темное время суток практически невозможно. Где ваше средство защиты на голове? Как это не будем в шлемах ездить? А в чем будем ездить? А где вы сейчас ехали? На замечание полицейского мальчики никак не реагируют и всячески припираются. Прямо на месте инспектор наказывает нарушителей. К административной ответственности дети у нас могут привлекаться по достижению возраста 16 лет. Соответственно, дети, которые у нас катаются до 14 лет на проезжей части, и они замечены сотрудниками госавтоинспекции, на них можно составить карточку нарушения правил дорожного движения, которая в последующем направляется информация в отдел по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности. Теперь родителям школьников за неисполнение обязанностей по воспитанию грозит административный штраф 500 рублей. Как выяснилось, нарушают правила не только дети. Стаж этого велосипедиста более 10 лет. Но о том, что по зебре разрешено передвигаться только пешком, для парня стало полной неожиданностью. Я всегда переезжал, я не знаю, никогда не останавливали. С сотрудником ГИБДД молодой человек клятвенно пообещал впредь пересекать дорогу только по правилам. Поэтому на первый раз нарушителя инспекторы не стали наказывать рублем. Зачастую дети забывают, что велосипедист – это полноправный участник дорожного движения. И в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях несет полную ответственность за несоблюдение ПДД. Только за неделю операции силовики выявили более 20 таких подростков, которым же исполнилось 16 лет. В отношении каждого из них сотрудники ГИБДД составили протокол. На этом наш выпуск завершен. С вами был Виктор Прокушев. Программа «Крик» уходит на летние каникулы. Встретимся в новом телевизионном сезоне. Хорошего вам лета, без неприятных происшествий.